альпиностый такой прочитал альпина на значок посмотрел альпина d3 biturbo открываешь дверь машину здесь у тебя на пороге альпина ты такой поднимаешь голову там табличка альпина ты понимаешь что ты в альпине и точно ни с чем не спутаешь а нет еще не все потом ты такой смотришь на коврик на ноги и тут альпина это вдруг если ты забыл всем привет давно не было у нас видео о оценке ваших машин смотрите как она сегодня машина стоит признаться альпин не так много я видел ну я их видеть видел но именно вот смотреть их состояние оценивать но немного мне доводилось и сегодня у нас девяносто первый кузов d3 biturbo таких машин именно в этом кузове в туринге было выпущено чуть более чем 500 единиц человек пригнал горит хочу оценку давайте мы с вами посмотрим что такое альпина как всегда начнем из подкапотного пространства которое можем заканчивать это видео спасибо что смотрели это видео до скорых встреч вы зачем это делать вы взяли насверлили 5 дырок в таком и кузове который черт возьми имеет насколько я помню поправьте серебряную табличку с на потолке с этим порядковым номером сколько машинки было выпущено как вас рука поднялась взять и насверлить дырки так смотрим крыло выглядит оригинальные болтики на месте капот снимался что кстати интересно он снимался но при этом давай сразу покажем давай сразу покажем что он к сожалению вот на нем есть вот такие вот большие сколы еще палец мой покажи пожалуйста крупным планом чтобы стыдно стало просто и вот у вас ребята знаете почему меня бомбит на эту телу потому что вся машина в таком состоянии вот здесь ну зачем вы это делаете ну боже мой можете мне объяснить это крыло оригинальное похоже капот снимался давай посмотрим подожди я буду палец вытру фар есть микротрещинки на стеклах чисто возрастная тема я думаю но не кстати выглядит как будто их пытались полировать но все равно эти трещинки есть здесь все в порядке здесь второе крепление фары кстати есть трещинка вот она ее видно это маленькое что-то было можно сварить здесь тоже стекло в целом хорошо на прицепленном углу света видно микротрещины а вот здесь крыло крутилась кстати выглядит что крутилась капот соответственно тоже давайте посмотрим сразу здесь на лонжероны были на не такие грязные на них столько налипла уже грязи что даже если там есть сварной шов его в жизни там не увижу хороший способ кстати здесь на самом деле я может немножко утрирую но в целом кажется что лоджерон целый мотор у нас четыре цилиндра города битурбо альпина битурбо но что интересно мотор то заводской ну вы же делали такие моторы это не альпини не альпины разрабатывают мотор в отличие например помните старые там 34 вот те кто поколение машин когда альпина покупала об этом или м версию или еще какие-то и уже сами дорабатывали мотор то здесь я могу ошибаться я честно я очень плохо знаю историю вот конкретно d3 битур вот эта машина но мне кажется это полностью оригинальный двигатель может быть прошивку другая стоит ничего здесь такого мы криминально видим есть такая легкая масляная пыль это можно заливали масло пролили еще что-то ну и со времени скорее всего диспорт набралось трубки вакуумные оригинальные еще стоят они в оригинале и разных цветов синие черные и белые даже существует и красного цвета и вот там где-то в том районе турбина вижу сажу я не путаю ее с этой обработкой антикоррозина это именно сажа где-то какая-то прокладочка пропускает хотя я вижу что стоит здесь вырезана полностью экология там стоит прямой down pipe так называемый этому снизу еще посмотрим и мне кстати очень интересный звук получился попозже заведем послушаем демпфер вижу еще кстати демпфер целый может быть даже менялся такое довольно таки хорошо кстати какой пробег у машины курсе 228000 демпферы ходят где-то 250 плюс-минус кота чуть больше кота чуть меньше хотя вот пока и машине поняли посмотрел видите линия вниз уходит я думаю что эти линии переклеивались линии кстати можно купить но и никогда не пытался их купить кто кто вдруг имел дело скажите можно ли купить линии просто заказать и купить потому что например я в свое время когда строил себе 368 я хотел купить все компоненты альпиновские я нашел детали мне дали цены я еще кстати недавно мне делал один из клиентов запрос могу ли я помочь я через наш бм и еще раз делал запрос буквально это год назад здесь очень стыкли не есть состыковали не важно так вот ты можешь получить прайс ну цену на детали номера деталей там помогут их найти но пока у тебя не будет их паспорта на руках что-то твоя машина что он существует ты не можешь купить детали на ты плавающий блок дело не в том что здесь отклеивается или что как она там держится губа дело не в том что это судя по всему не оригинальный бампер и он был серого цвета дело в том что под губой мы видим серый цвет то есть как получается взяли другой бампер все это дело склеили и покрасили почему почему я волшала бампер в черный цвет покрасить чтобы не было вот этой а потом на него приклеить губу это а чё почему дима фонарик сейчас мы эту машину короче разнесем я при всем уважении к владельцу но это просто смотри части фотик засветит но тут очень четко видно что вот кстати space grey да ну знаешь space grey бампер воду был как я и говорю смотрите сейчас мы отогнем аккуратно губу вот он там серый внутри это серьезно так все плотненько довольно крутится хорошо диски выглядят недавно поменены колодки свежие стоят пружины ржавенькие скоро сломается владелец машины пожалуйста займись этим вопросом но не знаю как скоро может через месяц может через год но у 90 есть такая проблема у них нижний виток он меньшего диаметра и когда ломается вот в этом месте сейчас увидеть пружина она вас падает вниз проваливается мимо чашки и машина падает на бойник еще мне кстати есть подозрение в путь что это не оригинальные диски тоже хочу попробовать сзади найти надпись пошли сразу вперед посмотрим бампер ну а чего его смотреть там в принципе понятно что с этим бампером он был серого цвета очень плохо покрашена потому что здесь поленились замотовать все ну понимаете да чтоб краска прилипала хорошие там на 3 он уже все опять отвалилась здесь на потресканная ладно это я не буду это за покоцанную губу как бы снимать оценку потому что это ну она и так низкая машина и счет сиська я губа я постоянно где-то прикасается это типа неизбежно да здесь тоже самое серая краска здесь нету лючка на фару потеряли а еще знаете ребят что интересно я не значите к этим линию прикопался но вот что-то прикопался вот на двери линии судя по всему то что я вижу поклеены на лак а на крыле это очень хорошо видно не знаю камеру передаст и нет сначала были поклеены линии и потом задута лаком и это прям в сравнении с дверью вот на стыке очень сильно видно прям офигенная разница тоже опять-таки линия это такая черта подчеркивающего что-то альпина но ты такой знак да и вот с ними вот так вот обращаться ну как-то не серьезно все хорошо крылья ну в принципе на 90 ках двери не ржавеет тут особо таких проблем нет порог порог то сам ничего за исключением вот этих вот вот этих штук ну ладно и вот вижу что пластиковая эта накладка а что нова альпины своя но нет же или даже но нет же они вот вижу здесь стекольный клей а я вот не верю что в оригинале она приклеена на клей я думаю на оригинале кита пистонах стоит тот самый яркий пример по поводу отверстий на сверленных ну вот буквально в семи сантиметрах ниже есть заводского отверстия не взяли еще сверху бабахнули зачем я понимаю что альпина это своего рода ну какой-то типа круто да ну в этом есть что-то но не слишком немного шилдиков я уважаю альпина серьезно это очень такая серьезная компания которая все эти они зачеркивают вин код и пишут свой них грубо говоря создают новый автомобиль ну грубо но вот это кажется как-то надо было вот чуть-чуть по изящней этот момент сделал чтобы вот вот шилдик вот там на котором мы позже покажем вот это круто вот это офигенно а вот этих много-много-много-много-много-много даже тут на двери на вот вот смотри здесь написали на двери альпина поклеили линии достаточно но на диске кнопочки хорошо но тут открыл порог альпина там альпина мотор альпина 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 просто альпина да что это машины на стекольном клее все вот внутри в шве в шву как правильно стекольный клей черный Такое ощущение, что мы смотрим какую-то, пожалуйста, владелец, при всем уважении, ты молодец, что у тебя есть Альпина, ты такую машину купил. Ну, коллекционную, скажем так. Блин, ну и такое ощущение, что мы какой-то 36-й дрифтовый корч смотрим, который вслепили быстро перед сезоном. Погнали, лишь бы было. Ладно. Да ладно, смотрите, две трубы. Это действительно Альпина? Вот здесь, видите, сажа, вот она. Вот эта труба работает. Вот эта труба не работает. Во-первых, тут внутри какой-то, опять-таки, пластилин или стекольный клей. Вот, что это такое? Вот, видите? И эта труба, она внутри чистая, потому что в ней нет... Вот, чистый, вот, сажей палец, вот без сажи. Видите, здесь нет сажи. Эта труба не работает. Вот, ребят, мы не можем туда фокусом понимать, но... Я думаю, вы в какой-то момент увидели, там просто вот такое... Какое-то маленькое-маленькое отверстие сделано, чтобы она какой-то звук, может быть, создавала. Я не знаю. А я с той стороны не потанцевал, кстати. Здесь подвеска немножко по-тругому проверяется. Я поэтому даже не пойду танцевать. Здесь она так не качается, как она качается. Нет, я все-таки пойду. Один куплетик станцую. Раз, раз, раз. Нет, все целое. Что у нас здесь? Здесь у нас заглушка. Тут у нас Альпина. И еще одна заглушка. Здесь порог не приклеим, слава богу, пока что. То, что мы видим сзади. Здесь даже... Я не знаю, ее, наверное, после потеряли. Здесь даже уже снята заглушка. Не надо вот тут вот эту сверлить штуку. Вот сюда вставьте свой пистолет и задуйте. Когда у тебя топливо плюс-минус полбака, и ты вот так вот резко где-то тронулся, остановился, у тебя топливо в баке плескается, и ты его слышишь. Она бульк-бульк, бульк-бульк. Ни в одной машине я такого не наблюдал, кроме как в 90-ке. Так, мне вот знаете, что больше всего интересно? Сейчас я потискаю стойки стабилизатора. Сразу, потому что единственное, что мы не проверили еще по подвеске. Ой, а где? А это как? На машине нет ксенона. Комплектация вообще барабан еще просто. Мне кажется, она нас обидится, владелец. Услышала. Но! Смотрите, стоит рычаг. Или это рычаг поставили с машины, у которой был ксенон, или здесь какого-то здесь стоит крепление, куда ставятся маленькие солдати, которые регулируют автоматическую коррекцию фар. Ну, датчик положения ксенона. Почему он здесь стоит? Что он здесь делает? Ладно. Мне вот интересно, диски оригинальные, я не спросил. Тут должна же быть, да, надпись, что это Альпина, правильно? Слушайте, похоже, что это не оригинальные диски, потому что здесь нет колпачка. Вообще, насколько я знаю, Альпина вот тут внутри пишет. Поправьте меня, если я не прав. Ну, не похоже это на оригинальные диски. Слышите? У-у-у, такой здесь подшигничий, допустим, надо менять. Угу. Угу. Сайлент блоки верхних рычагов с микротрещинками, но это ладно. Это не самое сильное место 90 кузовов. Я все-таки хочу снять защиту, но давайте пройдемся до конца, а потом сними защиту. Коробка вся в масле. И нет, это не краун, потому что вот. Вот это масло. Это, да, это масло с коробки. Это не краун. Течет задний сальник, скорее всего. У БМР всегда текут задние сальники на холостовике и на кулись. Всегда. Это очень похоже на оригинальную трубу. Потом здесь что-то какой-то дядя Вася делал. Здесь удален резонатор. Стоит простая труба. Дальше пошла оригинальная нержавейка, которая, кстати, когда заводишь машину, она где-то ду-ду-ду-ду делает по кузову, да? Угу. А, по бамперу, вот здесь. Сейчас, подожди, к задней подвеске мы вернемся. Меня знаешь, что смыть его? Вот это место. Я просто никогда не пришел внимания. Мне кажется, здесь не должно быть такой складки. А эта складка, значит, если ее здесь не должно быть, что машина получала сзади по попке, как говорится, тогда вот так труба складывается. Но я могу ошибаться. Ну, вот по коррозии, кстати, здесь все хорошо. Нет, это не заслуга кое-кого. Здесь под крыльями болтается. Задняя подвеска. Суппорта. Такое все. В порядке выглядит все. А я вот, вот честно, честно, ребят, я не знаю, это оригинальный альпиновый выход или нет? Как посмотреть? На нем зажажается какая-то надпись. Может, она где-то сверху, но я ее не увижу. Пошли снимать переднюю защиту. Нам нужно посмотреть снизу. Мне кажется, там сильно масло с мотора. Что-то мне так кажется. И заодно попытаемся внутри бампера найти какие-то надписи Альпиной. Я, правда, не знаю, пишет ли Альпина в своих пластиковых изделиях, что она Альпина. Это не то, чтобы мне, типа, очень важно, но, судя по этому, по серому бамперу. Во, покажи. Вот он. Вот он, серый бампер. Очень странный подход к покраске бамперов. Мне кажется, она нас обидится владелец. Ладно, не смог я понять, оригинальный это бампер или нет. Основное вот здесь в первую очередь течет с интеркулера, те резинки, что мы тебе меняли совсем недавно в видео. Вот здесь есть подтек. То же самое есть чуть-чуть там наверху. Ну, нет, кстати, на самом деле, это кажется, что это все-таки антикоровейка. Все-таки. У кого, кто делал в Риге машины в этой компании, вот в таком виде, когда вы приезжаете в наш ССДД, местный антихосмотр, что вам говорят? Как ССДД определяет? Ставить вам двойку за подтек масла? Ну, потому что вот, ну, защита вон мокрая вся. Или же вам сказать, а, проезжайте, у вас антикоровейка, все нормально. Чтоб я свою машину собственноручно отправил вот на такую обработку. При этом, кстати, вот если мы опять поговорим про эту компанию, ребята, между прочим, я не говорю, что ваша химия плохая. Я ее не проверял. Вот эта ваша мазута, она может быть действительно работает. Если я не спорю, может, действительно качественная фигня. Здесь я не могу вам ничего сказать. Но так, как вы это делаете, это вызывает очень много недовольств. Лично у меня. Я не знаю, что это за ошибка. ДДЕ. Внутри ДДЕ. Что ДДЕ? Конечно, надо взять вот эти коды и посмотреть, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я потом посмотрю, и если я найду, мы напишем в комментариях, что это за ошибки. Ну, в целом, в целом, вот объективно открываешь, приятно. Здесь тебя встречает довольно-таки ухоженная ручка. Серебро такое незакоцанное, может, покрашенное, не знаю. Здесь тоже все хорошо. Есть небольшая с чем затертость на ручке подключения передач. Руль, конечно же, здесь, наверное, перешит. Но я так думаю, комплектации тут ноль. За исключением, здесь есть музыка Хармон Карден. Все. Больше здесь нет. Ничего. Возвращаясь к состоянию салона, вот открыл дверь, пока ты там на все значки альпина, 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 альпина смотришь, ты и не замечаешь инструмента. Но почему я вспомнил про комплектацию? Здесь настолько бедная комплектация в этой машине, что сидение здесь не кожаное, сидение Sensatec, так называемое. И вот этот Sensatec здесь, он полопался. Здесь вот прям видно подложку эту белую и сидение в очень некрасивом состоянии. Хотя спинка выглядит хорошо, а вот эта подушка нижняя с дыркой, можно сказать. И все, я больше просто ничего здесь не искать не могу. Да, в 90-х есть такая фигня, они все так делают. Production Exclusive автомобиля. По-моему, она серебряная. В этой машине настолько нет комплектации, от слова совсем, кроме музыки, что здесь даже парктроников нету задних. Мне кажется, она нас обидится, владелец. Но приборная панель, вот эта вот синя-голубая, я не знаю, что это за цвет, ну как ее правильно назвать, мне нравится. Мы не поедем на ней по брусчатке, у нее все в порядке с подвеской, мне просто жалко на этих колесах с таким профилем резины ехать по брусчатке, не поедем. Автомат тут мы и черт его знает, как он работает, но здесь нет. Подшипник передний, я думаю, слышно на более высоких скоростях, то, что мы слышали с вами на подъемнике. Кстати, спидометр у нас размечен до 300, наверное, 20, я вижу 300 и еще меточка, это, наверное, 320. А, обогревы есть. Обогрев сиденье есть. Так, ну что, поехали? Нажимаем, альпина же. Что, погодите, датчик дождя есть? Нету. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Машина выехала. Я пока тут разбирался с датчиком дождя, которого нет. И дорогу заняли. Нормально. Так, третья. Вот прям, насколько я был недоволен всем. Альпина, альпина, альпиной. Я не знаю, я допускаю, что она отчипованная, потому что, ну, очень хорошо едет. Я на первой передаче даже не буду выкручивать. Давай еще раз. Но едет... Третья. Четвертая. Да, едет только с трех тысяч оборотов. Ну, и до трех тоже едет, но не так, как хотелось бы. Я говорю, альпина, 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 альпина. Нам так сильно вскружило голову, что мы забыли краску померить. 124. Да вообще, судя по сколам, может быть, его и не красили. О, смотри. 716. В смысле? 853. 853. А, здесь и кантик неоригинальный, похоже. 320, 4 миллиметра. 3,800, 3,200. Я вам, честно скажу, каждый раз, когда озвучу оценки, да, я понимаю, что вам в комментариях там, наверное, в принципе, все равно. Ну, наверное, интересно, но как-то вы им не воспринимаете это близко. Я воспринимаю это близко и особенно не хочу обидеть владельца. Давай, поехали. Кузов. 5. Там мы нашли шпаклевку довольно много. У нее, судя по всему, я думаю, что это китайские диски. Я могу ошибаться. У нее капот в сколах, фары нужно немножко поправить. Там косячок, там бампер покрашен отвратительно. Где-то я видел зазор. Мы не показали. Где-то был зазор с крылом некрасивый. Ну, в целом, она не ржавая по низу, но вот эти все косячки. 5 баллов. Подвеска. Все четко, за исключением скрипучего плавающего сиренблока. Это можно сделать. Совсем недорогое удовольствие. И, как говорится, на скорость не влияет. И он даже не разбит. Он просто скрипит, потому что он высох. Но он рано или поздно разобьется. Подвеска. 8. Двигатель-коробка. Вот двигатель, ну, мне очень понравилось, как она едет. Это реально для четырех цилиндров двухлитрового дизеля. Более десяти лет назад кто еще вот так на четырех цилиндрах мог ехать? Никто. Реально. Ну, дизель. Внимание, дизель, да? То есть, просто я понимаю, что, скорее всего, она на чипе. Но безумно круто едет. Прямо ощущение, эмоции, как она набирает это. Потеки масла. Мы так, скорее всего, это все-таки антикоррозинная обработка. Глобальных потеков с двигателя не нашел. Там чуть-чуть запотевание. Здесь, как мы видели с вами вначале, есть легкие следы сажи. Но я думаю, что это, может, уже устранили. Может, эта прокладочка где-то не села, когда ставили downpipe. Не знаю. Это не страшно. Это можно устранить. И, скорее всего, там течет задний сальник на коробке. Это единственное, почему за двигатель там не 9 с коробкой, а именно 8. Салон. Рваное сидение для меня это всегда плохо. Ну, типа, я всегда на это... Все, может быть, там чуть-чуть тарап-катап, но рваное сидение, ну, я всегда на это смотрю так, типа, знаете, ну, серьезно, дырка в сидении. Здесь эта проблема только того, что здесь дешевый материал в этой машине. Но в целом, в остальном, салон довольно-то в приличном состоянии. Но оценку я поставил за него 6. И теперь, как всегда, самый интересный пункт – это индивидуальность этой машины. То есть, обратите ли вы на нее внимание на улице. Да и вообще при продаже, что в ней такого, чтобы вы могли... Вот хочу именно эту тачку. Знаете, давайте забудем вообще о том, что это Альпина. Просто забываем. Про эту губу, про диски, про полоски. Забыли. Обычная 91-я, черная. Пусть она даже была бы, допустим, 23-я, ну, 530-23-й дизель. Таких не было, но назовем ее вот так вот. Которая хорошо бы ехала на ручке, у которой есть только музыка и больше ничего. Более чем 2 балла за это, но никак нельзя поставить. Давайте возьмем 2 балла, оценка 2. Плюс добавим ей за то, что она Альпина. Даже не за то, что у нее губа, там, не знаю, все-таки, я не знаю, но оригинальная или нет, полоски. А именно за то, что у нее есть там шилдик. И это действительно эксклюзивный автомобиль, как там и написано. И вот суммировать все это, я более чем 5 баллов общую оценку за индивидуальность поставить не могу. Но пятерку, 5 баллов за никакую комплектацию, но при этом за Альпина, я думаю, что это объективно. Я думаю, вы согласитесь. Общая оценка 32 балла из 50 возможных. Неплохой целый результат. Но вам честно скажу, когда мне владелец прислал фотографии в WhatsApp, на фотках она, мне казалось, будет прям, ну, просто вот. Но, к сожалению, не так. Хорошая машина, но не идеальная. Поэтому 32 балла, я думаю, это будет честно. Как всегда, владельцу на память сертификат и сладкий вечер, по традиции. А вам спасибо, что вы смотрели эту серию. Пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok